Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И мы с вами поступательно идем по псалмам, а в каждом псалме по стихам. И это наши ступени, которые приводят нас к глубине размышления. Это ступени, которые приводят нас к практическому применению услышанного. Для меня христианство, оно сильно в практике. Если практики нет, то и христианство будет слабым. Оно тогда ничего не может изменить, как в самом человеке, так тем более в окружающих. Люди, которые услышали какие-то правильные слова, услышали тексты Писания, начинают по ним измерять других, взвешивать, за других принимать решения, другим говорить, что им надо делать. Вы знаете, как много можно услышать и со стороны, или в комментариях увидеть, как многие люди дают совет их, что делать и как делать. И в этом смысле я хочу сказать, друзья, мы не нуждаемся в этих советах. Не потому, что они могут быть правильные или неправильные, а потому, что есть корректор в лице нашего Бога и Духа Святого внутри нас. И Он направляет нас. А вот молитвы, они нужны. Молитвы со стороны каждого человека, кто неравнодушен. Кому хочется действительно, чтобы Божье дело продолжалось, продолжайте молиться и благословлять. А Бог, дающий смысл, будет давать и дальше. И тогда, когда получаем смыслы неба, мы ими делимся, а вы можете обогащаться. И таким образом, тело Христа, оно взращивается в зрелость. Оно переходит на новый уровень этой зрелости. И так хочется, чтобы люди не оставались там, где они есть, а чтобы мы, как тело Христово, развивалось полноценно. Потому что сегодня кто-то думает, я один могу развиться, не нужен мне никто еще в теле Христовом, я сам по себе режиссер. Друзья, это ошибочное мнение. Да, какое-то время ты, может быть, и был, когда развивался в чем-то отдельно. Это ты так думал. Но Бог уже тебя родил все равно в своем теле. И, соответственно, каждому надо теперь развиваться в своем призвании, в своем уделе и развиваться полноценно в рост полноценного, взрелого христианина. И то, что мы с вами прочитываем в псалмах, то это как раз для нас есть критерий, по которым мы себя можем взвешивать. И если вчера мы прочитали второй стих, 62-го псалма «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней заре ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей и безводной». А вот теперь третий стих, который как раз говорит, что же за этим следует. «Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». То есть мы с вами можем оказываться в Божьем присутствии, в откровениях неба, в своей жизни. И кто-то переживал уже небеса на земле, кто-то переживал глубину Божьего присутствия внутри себя, когда небо может транслировать свои смыслы в наш дух. И это мы переживаем в самых, может быть, добрых обстоятельствах, может быть, тогда, когда мы находимся наедине. И это хорошо, когда есть такие минуты, такие мгновения, такие часы. Но идет речь, что не всегда ты будешь в этих благоприятных обстоятельствах его слышать. Его надо слышать и в других моментах. И вот тогда, когда я в пустыне, в сухой, безводной и иссохшей, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. То есть тогда, когда у тебя уже есть опыт Божьих отношений или с ним отношения выстраивались у тебя раньше, то тогда, когда ты в пустыне, пусть явится этот опыт уже там. Потому что там, где есть необходимость в живой воде, где есть необходимость в защите, Бог будет давать эту защиту, как я видел тебя во святилище. Яви меня сейчас в этих обстоятельствах, мне себя в этих обстоятельствах. И это, друзья, для нас очень важно и ценно понимать. У нас есть опыт погружения в Бога в добрых обстоятельствах, и это надо перенести в пустыню также. Там Господь молчать не будет. Он знает, что Он тебя и меня формировал для того, чтобы мы Его ярко слышали в самые трудные моменты нашей жизни и не поддавались этим давлениям нечистого мира. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы мы могли слышать и видеть Тебя и понимать Твой голос тогда, как мы это делали во святилище, как мы это делали в Твоем присутствии, но чтобы тогда, когда оказываемся в пустыне, понимали, что там мы не оставлены, там мы не одиноки, там мы имеем жизнь с избытком от Господа. И я благодарю Тебя, что могу молиться к Тебе прямо сейчас, испобедовать Тебя, как Бога, творящего новый день, творящего для нас трапезу ввиду врагов, открывающего источники там, где их не было. И я благодарю Тебя, что Ты тот, который знает, что в пустыне человеку нужна будет пища, нужна защита, нужна вживая вода, и пусть это все приходит вовремя. И я благодарю Тебя, что Ты уже накрываешь трапезу ввиду врагов, когда мы уповаем на Тебя, и когда Ты являешься нашим пастырем. Слава Тебе за это, во имя Иисуса Христа, аминь. Всего доброго, друзья, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok